рпб на анхоле дк топ трине 24 убили этот и тринкет упал надо почаще 24 ходить на босс я раздавайте все 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 шмотки забрал которые ему нужны жалко не нахила было бы топ запястье меткость меткость любой кость не обязательно резис кнопок так никакой нибудь санта и г.ц. когти мучений не ходить лод соблю за кто шмотку получил тоже делать скрин на всякий случай я буду курить покажет минут пять прикор для хантов до на кого найдет вообще вроде кому она нужна ханты ведь по роботу изменений не было были какие у спит большой теперь у него не покатить отмирал говорит стаи его бьет медвег и лёха ты тут роботы на роботу мы идем или не идем дарк сего фикс или хуй вот он ну раз я не знаю может отдам следующий к ват потом народ потом коника затрение вот за эти сколько начислять будем но у них написано 703 наверно по восемьсот может как и чашка краски хмк это же ничем не отличается это было восемьсот короче хорошо да у них статы такие же только вместо рппп ну у них статы одинаково типа как чашка вырос к хмк то же самое ну там ваги вообще-то гп от блять касарин за эти три а не восемьсот еще кто за касарин тихо сова видишь сова перепутала берега берега попутала ты епой сейчас дашь да берега да конечно сова путает дупло взял еще эти пиздец у тебя на бортом да ладно че я бы кстати тоже я просто не пойму куда ему столько меткости типа у него уже должен к ну смотри если он шею меняет если у него другая стоит с меткостью к примеру нет у него стоит все то же самое что у меня не должно быть 14 тогда хз ну-ка покажи фарада как ты там одет что у тебя 14 процентов ну так миша смотри я просто у себя смотрел я не стоп я у себя смотрел мне надо будет тогда брюли опять в меткость перепивать либо шею отсюда брать ну а когда брать отсюда шею и с кольцом аналогично беру кольцо один сокет на 50 меткости вставлю ну просто у нас а где кстати обещанная печень блять босс так у нас робота будет вроде нет даже по сайту с ним совпадают нет и меткость вы же пиздели по моему то что с каждого босса печень будет ну вот я не знаю как говорили что говорили но я не добавил не 1 2 печеньки это точно перебор на то что вот печенька с каждого босса будет падать это был видимо еще не ввели у нас алара даже с робота 2 должно быть на скеле чтоб 3 падало а может да правда тебе просто с робота 2 на все спеки 9 штук должно падать натуре и все 9 на проталаром не а мороженого угроза кстати прок слабее чем у чешки хм смысле слабее столько же но она не дает чуть меньше санте это не до кап меткости что ли я вот не пойму если у тебя уже должно быть 14 процент мага у тебя без нее вернее мысли с этой тринькой к пропага будет же до 105 рпб не нужен ретро а блин этому товар если бы у него не до каплю был у него бы не забыли у него нету их миссы внутри проба я бегу с фетишом без рпб у меня вполне хватает даже 260 можно набить об рпб учитывая то что тебя одна тренер рпб будет и другая допустим на этом или чуть-чуть на хасу например ну я просто не понимаю как у него может быть никак меткости если у меня в магии нету талантов на хит и у меня есть 14 процент у него то же самое собрано у него нет 14 процентов да ладно тебе какая разница он сролил забрал будет на сичи может он хочет побольше меткости ну единственное что это только соки то что желтый и все микро хватит дрочить наш мод ты не шаришь это на роботе усилки так же на роботе усилки так же на роботе усилки так же даже больше надо по идее а нет это на звездочете на звездочете в дд да тут по моему так же было ну я помню было 40 тысяч хп обезаловка насколько я помню не ну меня точно так же не страдать я хуйня не страдать я хуйня чё то мне хили талара понравилось больше на танках чем на рейде а то чё то вчера прям совсем все печально было ну инспект меняй не 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 теперь ты хил не 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 кыш 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 вот слажен ты ты наделаешь один у тебя эти два процента меткости они не учитываются ну а зачем ты собираешься тебе нужен 14 поцелуй шипа все конечно за зашибись но это посмотрим посмотрим подумаем что делаем что плюс один танк ну лёх что чё чё не меняется это бесковато или чё перебрать на себя и все да ну ну смысл я ну хит меткость а у него хаста в бот в крит в бот хендж в бот в бот в бот спорт дать ты чё за зуму два кольца ноги руки и пояс либо зап ну резисты надо поменять для следующих ну понятно ему дофигищ надо 69 мне шмотками же резисты они блять они чарк вот переодеваешь и все а в смысле неоплакаетесь а чем мы поменяли получается бог спит ему увеличили как и всем другим боссом ты короче ген если бы ты пришел вчера на око-обычку тут алар я не знаю столько перелеток было как будто он там не знаю на юг и на север возвращался вот кто считал сколько у него перелеток на первой фазе был если бы ты был на теле в обычке ты бы увидел охуенную вещь а если он стоять тебе посмотри просто так скажем вот на большом круге да ну грубо говоря на большом круге и скидывать адрор типа он будет бегать от него к другому ага а то еще скажи как совы тайфунами балуются туда-сюда так же только чит мстителя так же все давайте держать агро рядом давайте сон тут кирс валяма алина заходишь в рейд и медведи прыгать здесь а так это надо усилки до перекидывать в лимит теперь я здесь уже готов тебе не проще ставить тотем на абсорб чтобы скидывать менять себе один символ закидывает два таланта за расставь а расставь метки на треке кстати можно такое сделать расставь метки расставьте метки колосист и метки и так же как были или что расставлять пока что так же как были я хочу посмотреть лично убедиться что это ну а потом уже нашли укол так первое забираю я потом калат потом я потом калат так что смотрите сколько идет минуту фаза да выйти самон да примерно то есть грубо говоря одну фазу должен оттачить я вторую фазу должен оттачить ты потом первую фазу оттачить я потом снова оттачить и но есть ли блять это не работает знаете только джипса пожалуйста поставил дайте шкаф еще чуть-чуть дайте нахуй нахуй этот фагон где то в шаре нахуй а че они фризы трюкорадут не знаю ну конечно где все будут хуесос че у нас появится паспорт оппозиционку дай проверку на пол поехать че за тактика я в первый раз я сейчас забыл я все забыл человека который не был никогда стоишь в куче хилиш хорошая тактика мне нравится еще отъемся тут же сопрота да а народ слева будет справа да сопрота все все остальные места дамажит и хиль дамажит и хиль эти горы дам у нас первый на пол на кого кто то из шаманов определитесь кто будет агиллу силу ставить и милихо да да все равно могу и оставить вставай ты вина да пожалуйста в звезде все стоит все все готовы поехали в а в а в в в в в в в в в что для им штаки с ранджана стакивает у него урон по это ага тихо и урон меньше сделали можно ставить и урагу врача на его вот так видишь седьмой стаком неплохо ревностно ушел на восьмом не она он увидишь уже на переплазу послал сейчас кого должен типа забирать до изоба камеру где вы там бежут ну не знаю я в глаза и будь врач властно есть у вас просить там надеюсь не бьешь что есть на пол на меня 2000 ищем лезть а кто стак вклад 6 8 будет критично так что прожми что но зубы ящи никуда не делал из-за того что я выбираю домашний убегать стоя на месте танечка нам все равно проводить нужно за счет жарко это сфера короче определил низкого 90 сенту все уложить они не набирают добро ложитесь врачи вместе короче одну фазу я одну фазу ты одну фазу я одну фазу ты ну так и получается главное чтобы агроз бросил то есть грубо говоря на восьмом на седьмом стаке на седьмом стаке кого должен выходить наперёд на на кстати вот ты выходишь наперёд на следующую фазу ты там его не бьешь он держится на добром слое тяжелый удар тяжелый удар если я ему бить не буду они нафиг сорвут с меня все еще раз тяжкий удар да вот смотрите ринкую конкретно это предприятие урон будет навальный повышенный и я не буду бить это взрыв сразу а вот таковато ну знаете зуба говорят ты отдаешь один спел я отдаю два спела там примерно прощаться хотите что велическое отступление джоксов новый гм байслав так они вроде бы в четверг разваливаются просто встань подними пожалуйста кто ты говорил что они послезавтра разваливаются и так байслав хомяк опять скрылся понятно уже давно сказала какая-то неприятность так он в кусты это уже на протяжении традиция да блять классика жанра просто распад на один день на сколько с бацлавом это херня продержится день все новая гильдия ты туда скорей контент а а чё я хантом пойду пожалуй блять ну иллюжина же наваги держится почему джекина баславия не могут джекина 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 джекин джекина место ничего не будет все сложно короче там где сферы надо его желательно водить или держать его здесь и сегодня водить вот ухода держать дай мы будем выхода держать потому что смотри почему пока он бежит к это перезарядки перезарядки это тоже достаточно дохуя времени нет учитывается время то что он бежит и то что он там стоит кстати у меня есть еще один маленький вопрос смотрите по поводу все это хуй тени он же по-разному бежит перезарядки типа он не побежит сто процентов два раза он бежит первый раз к ближний второй раз тоже из ближнего тела положено постоянно а третий раз в одну в одну сторону он не побежит два раза правильно да вот поэтому смотрите первоначально босса ставлю вот сюда в ромбик а раньше здесь если он подошел в левой знать значит следующий раз я его буду ставить в квадрат ну то есть его сразу ну я понимаю но и смотрите по с роббик он будет больше бежать туда чем с квадрат первоначально мы ставим в ромбик куда побежит лево-право нам похуй 30 вот дальше если мы знаем что уже к одной он побежал там допустим к левой да то мы его ставим поближе к левой вот сюда грубо говоря где-то я понял да только смотри слишком далеко не водит потому что тут может быть центральный но ближе стать вот грубо говоря мы его оставим сюда и следующий он побежит вот это к второй пока он будет бежать у нас там ну половина стаков скинется то есть еще намного проще идея на второй фазе вам же нужно будет танчить и ловить ну эти стаки ну блять монару не стаки а ведь и сферы они будут три сферки ловить но просто прикол в том что смотрите если мы его сюда ставим то первая сверка должна срываться с левой стороны сразу же мгновенно блять потому что сверка быстро долетит до сюда милик и молот лечь ладно даю проверку еще раз по поводу блять если говорю там зубы мне нас сразу давай зубы попробуем попробуем обойтись зубов но на 7 на 8 каст на 7 каст на 7 стак ты должен у меня забрать перед перефаза и я у тебя должен на перефазе на 7 стак забрать я буду анонсить на пулу так что смотрите сейчас на пулу дается на меня параллельно после первого на пула все остальные на пула дается на кават короче его поставлю сюда смотрите только возле меня милики не стойте близко меня достаете хилинс нам от тебя на правую побежит я знаю так и должно быть для этого подходит не таки близко кто там блять в 8 на пулу пакова то весь я уже держу чтож так то блять ладно ждем ко мне стаки сбросить вот эти фрезы мне песен какой там павро 2 бей я сальву после этого подожди у меня стаки еще 20 секунд вот 10 секунд стаки то наползаясь на меня сейчас босс должен на меня тряпится на тебе подойдите от меня милики сложно да лагеря в осиливать дать мне фризит я ебал и не говори как кого теперь набирать два за фаза где подай дрейнер на на поле войти в меня ревность ушел чё там скоро соберешь ангелы на эликс впереди сложилось чё я уже не набирала может сложить чё делать будем сюда 3 танк ставить со стакан проблем никаких не будет не хилл подойдите сюда пусть сфера это тактика такая босса поворачивать сначала типа в одну сторону смотрит потом хир хиракс другой резисты и есть на все только из танков еще на меня пистон у вас пиздец просто помимо трех танков мне кажется будет лучше стоять рейду в центре держать там недалеко от рейда меньше перебежек будет сферы нам типов правый пилар бежать близко а левый находится от нас вообще в ебене ну и похуй типа дольше ну ну просто дольше бежать будем мы чё в 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 ц в там Войт, у тебя сколько резисток тайной? Хуй знает. Посмотри, у тебя вверху, блядь. Так вылетело. Вот понятно. А у тебя, Олег, сколько? 500 с хером. А народ писал, что он может чернуть. Нет, тут надо три танка примерно одинаковых по агрону. Медведь с вами одинаковый. И еще раз скажу, по срезистенному урону у пиониста у лёхи одинаковое количество урона срезистенна, у Лёхи на один раз меньше, у него один вообще не срезистенна удар получился, а у кого-то все срезистенны. Да, это дело в том, что у меня даже удар срезистило полностью, что удар вообще не прошел. Ну, вы, я надеюсь, понимаете, да, кто там по агрону уже сравниться? Несравненный про товар? Кто несравненный? Про товар отлично расставит, а? Да про товар атмосферы не годится. Да нет, слушай, замечательно. Хуй его вообще там стоите, не могу. Находят вообще замечательно, потому что чернется, может с любой стороны что-то другое ловить. Да нет, про товар должен агро показывать. Нет, мы тебя не отхилим. Так это вы не обсудите. Танками чередовать сложнее, чем двумя. Танками будет чередовать легко и просто, если все танки будут жить вот эту одну минуту, вот эту одну фазу. То есть, если танки будут проживать вот эту одну фазу, типа, тремя танками тогда босса танчится легко. Ну, если танки не будут пиццовать... Короче, опять поправимся, то что нам надо три протопала, да? Не, не три протопала, не обязательно. Без разницы. Не знаю насчет двух танков, но минуту проживать, там нужны ДЕФы хорошие. А у ДЕФов... У трех танков огро было, чтоб не ДД не рвануться. Да ебать, агро до жопы нахуй, о чем ты говоришь, блядь. Суть в том, чтобы минуту затанчить, блядь, любым танкам, нужны ДЕФы, а у ДЕФов есть КД. Не, я не говорю минуту танчить, типа, это минута, это как раз минута берется для того, даже если что-то пошло не по плану, чтобы это пошло не так, чтобы, блядь, ну, сто процентов было, блядь, босса танчу. В любом случае, там, я держу, допустим, 6-7 стаков, два, потом там второй этап держит, там, 4 стаков, грубо говоря, потом третий танк держит, там, 5 стаков, там, еще, грубо говоря, потом снова я по оброну вперед выхожу, держу, там, 5 стаков, второй танк держит, 7 стаков. Ну, то есть, чтобы количество, примерно, стаков было на танка по, блядь, по 5-6 штук, а чтоб танки держать, по 5-6 штук. Вообще, КД тяжкого 5 секунд получается, 12 ударов он за минуту даст. КД-7 стаков, 8 секунд, прочитай спел. Там, я видел, что 5, он кастует. 8 секунд, каждый 8 секунд дается тяжкий удар. 8 тяжких ударов приходит за фазу, за одну фазу приходит 8 тяжких ударов. И 9-ый будет тяжкий удар, если не успеешь вовремя отбежать. Ну, а сейчас уже получается, что 9-ый тоже отбежешь. Ну, то есть, грубо говоря, смотри, как оно должно работать. Я танчу первую фазу, ну, то есть, танчу, танчу, танчу. Под конец первой фазы у меня забирает второй танк. Второй танк танчит перефазу, под конец второй фазы, под конец второй фазы забирает третий танк. Третий танк танчит, потом под середину следующей фазы забираю я, потом снова забирают второй, потом третий. Так по очереди чередоваться. Но для этого надо, чтобы у трех танков был хороший агронабор, во-первых, а во-вторых, хорошая выживаемость. И тогда проблем не будет со сверками, я думаю, блядь, одного танка спекнем лишнего, ну хуй с ним. Зато босс будет стоять на месте, на ласт фазе. Что, естественно, даст больше ДПС с РДД, милизоне, допустим. И тут проблема с милизоной, потому что танки, которые набирают агрон, они стоят в милизоне. Для чего? Потому что, чтобы не получать лишний урон, блядь, тяжкого удара, чтобы им тяжкий удар не захватывал. И вот этот момент, когда переходит агрон из следующего танка, тяжкий удар будет кидаться, блядь, в милизону. Если милики не успеют отбежать, то их, блядь, шокит. А почему он будет кидаться в милизону? Потому что там танк стоит. А почему там танк стоит? Чтобы у них собрать лишний стайк. А что, он не может слева или справа встать, или что? Там захватывает, там рэндж, блядь, хуй пойми как. Ну что, он вроде 6 метров, ну он вроде как 6 метров. Но, по сути дела, вот когда ты будешь бегать, босс будет бегать, где-то проебешься, захватишь лишний стайк, и это будет критично. То есть, я включаю шанс того, что можно, блядь, где-то, грубо говоря, проебаться и набрать стайк. Ну, напиши рэндж 10, блядь, поставь метку на вагу, поставь метки на танков, и все. Вот, тоже самое на перифазе. Вроде босс стоит, блядь, ну, слева, справа, в милике, видишь, как стоят? По нормальному, тут надо всех миликов танков хуярить, да? И из миликов вообще никого не оставлять. Брать два танка, которые сферы взрывают, и три танка, которые на боссе. Ну, вон, как раз, у Редвара там, в танка, блядь, пускай, сверху хлопают. Вот, и дальше что делать? Этот. И оставлять там максимум один, два, блядь, милика на боссе. Больше нельзя. Ну, типа, чтобы они не сдохли, да? Да, и танкам надо резистансы, это аркан магии, и тем, которые перки ловят, чтобы их было проще, да, там, на второй фазе, грубо говоря. И тем, которые ловят, блядь, эти, те, которые танчат босса. Потому что вот у меня, типа, в резистанс ушел целый спел, грубо говоря, тяжкий удар. То есть он, по мне, там должен был 80 тысяч захуярить, а он вообще ничего не нанес и ушел в резистанс. Круто было, когда теория была, что эта хуйня делится дамаг, типа. Мне вот это больше нравилось. Типа, ставишь, блядь, три танка под босса, блядь, и делишь дамаг такой, блядь. Типа, что 10 стаков на стаков, а ты делишь такой, блядь, на три танка. Типа, как клифф на ребре. Типа, как клифф на ребре. Типа, как клифф на скрине. Сам хотел бы знать. Типа, что это за прикол. Какие у вас резисты? третий танка. Типа, как клифф на ребре. Типа, что это за прикол? пистон все вопрос и что-то ухими какого пистон стоит по настю их опции то нет правильно короче под проком будет 364 это жарко не туда не на варенье и ты делаешь доход донать проходит выкидывает инстатом сразу белая стая счастливая ловит я успел пинкала поймать так что я доволен зерганул его да ух ты охуярна гильдия вы не состоите в гильдии в теории по 30-40 секунд танчить каждому танку из трех будет вообще отлично короче скажу так надо 3 танк с нормальным резистом вы попробуйте сейчас вдвоем нормально набирать огромную просто будем наполивать и сами корректировать вы должны быть по идее вдвоем сами топ-1 и топ-2 по кругу мы будем сами корректировать типа там на пианиста например кидается уже 6 стак мы все на пол и пока вату пианист по себе дает сальву и все это ну или писали у нас примерно должен быть одинаковую игру да тут сложный вариант спана до 3 и надо 3 танк резистом тогда будет намного проще и легче понимаешь тут блять 3 перифаза 3 перифаза и целая ласт фаза ты прикинь сколько-то по времени сколько-то по времени длится и нельзя блять даже на 1 стак ошибиться то есть мы не можем вообще ошибиться ни капельки ну то есть если у нас есть третий танк мы можем где-то ошибиться на 2-3 стака грубо говоря да если блять у нас два танка мы не можем ошибиться вообще с учетом фризом блять на этом боссе третий танк необходим вон моно рот пишется что у нее есть резист да моно рот вообще мишку я не рассматриваю на боссе вообще поставьте почтовые ладно когда выйдет в т6 может быть про товаров еще нормальнее сделают а так про товар до сих пор в т6 там уже бонус прописан ты не знал на сколько у моно рот резиста что за бонус дает почитать два счета носить в четырех кусках сколько у моно рот резиста скажите мне сколько у моно рот резиста он не пишет он пишет сколько надо тысячи надо но 360 человек 360 ну а надо 500 там серф еще не поднялся здравствуйте уже зашли все чарка на плач чарка на бошку алхимия этот на ручье и ну блять меня тащит еще дополнительно ну тринкет еще поможет желательно танки еще с пистонами на этого босса это можно пошло время пошлые шутки моно рот что у тебя алхимия кожавка стоит блять они в игре напиши где да давай я буду за него читать моно рот аккуратнее пиши я буду все читать что пишешь что на башке есть на плаще короче он ругается и говорит что не веришь что пятишка вот так что пятишка нужно он не верит что 500 у пианиста сделал 600 сопротивления давай я буду соло танчить давай попробуем попросите этого флорина пусть они сделают бонус в гх для алхимии чтобы можно было два сопротивления натуре и все может не на 80 процентов просто чтобы улучшено было сразу же в два раза да и просто всем про товаром плюс 1000 сопротивляет бонусом аурой блять просто легендарный щит на про товара с сопротивляет 2000 сопротивляет одеваешь и им же бьешь короче рыбарка и 100 процентов отражения урод по размеру по размеру подошел щит кучит танковский для рбк которая на мне отлично сидит этот щит да я спросила просто может не по размеру размера прям идеальный миссии чё делаем а народу пробую как тут 3 войны как я понял резист немало давайте так пока попробую с народ давайте сразу же попробуем с теми у кого больше резистов это два пола и грязь так так но не а также в в в же на на что если микрофон на пол предвар в танка монород на боссе со мной колод кот полетел пока я бегу чем я там танк делать взрывать да просто взрывать бабул то че не соглашешься мой там хорошо там монород делает себе резист напомнить где стоим стоит босс был в центре ворот чаркин пошел делать прочее это каску надо в апу весь рейд стоит вот здесь сметку кину вот ваш позиционка здесь рейдом звездочки босса чтобы меньше таскать ставим вот здесь ну самым ты думаешь это какой-то заговор пишет мне в пм короче где сколько ребутов это все из ребор косов так а сока стороны не взрывает с левой с правой так вот короче будешь взрывать справа и посередине ты стрелок ну пок хотя не наоборот печеньки рейд стоит чтобы танков могли просили вы особо там ставить звездочку на ее проверку папа дать блоки а вы будете вершись косноязыча там как бы полсекунды дается и все сразу беритесь на ком косноязыча повесишь короче на босс все поехали все здесь я первым 2 фазы забираешь вторую фазу